Планы модернизации международного аэропорта Чебоксары обсудили сегодня на Совете по улучшению инвестиционного климата. В повестку заседания этот вопрос включили не случайно. Глава Чувашия отметил, от создания комфортных условий для перелетов зависит деловая репутация региона. Как будет выглядеть Чебоксарская аэрогавань, узнал Дмитрий Ковалев. Необходимость модернизации Чебоксарского аэропорта назрела давно. Поток пассажиров за последние годы увеличился в два раза. Такая нагрузка нередко влияет на качество работы. Вот такие сообщения публикуют в социальных сетях пользователи интернета. Летали из Чебоксар два раза в Турцию и один раз в Крым. Из минусов долго багаж получать. Помнится, людей три часа мариновали в техном зале в ожидании таможни. Проект модернизации пассажирского терминала уже готовится. Сейчас решаются вопросы с земельными участками. Это предполагаемое строение, которое будет выноситься в сторону аванперона, так называемого. Это в сторону перона на федеральной земле. Это один вариант. Второй вариант это в сторону муниципальной площади, где находится сейчас парковка, привокзальная площадь и остановка. Взяли на себя обязательства по реконструкции, модернизации в первую очередь этого здания. Увеличить его пропускную способность. Порядка 190 человек в час. На модернизацию аэровокзального комплекса планируют направить более 500 миллионов рублей. Стратегию развития, вписанные планы по замене техники. Уже в этом году в аэропорту появится современный трап с пандусом для инвалидов. Мы уже приобрели два новых снегочистителя. Проблема была. Ранее такая по подготовке искусственных покрытий летного поля. Уже внесена предоплата. Я думаю, в феврале месяце получим еще один новый автомобиль в сопровождении воздушных судов. Глава региона отметил, что при модернизации аэровокзала должна появиться и удобная стоянка для автомобилей. Пока припарковать машину на площади Скворцова целая проблема. Реконструкция аэровокзала будет завершена через 4 года в перспективе ближайшей увеличения рейсов. В дополнение к существующим рейсам планируется организация следующих рейсов. Вот это дополнительные 3 рейса в неделю в Москву. Далее Санкт-Петербург 3 рейса в неделю. Кроме этого планируется организация международных рейсов. Ну вот планируется, конечно, Египет, Турция и Греция. От проекта ожидают большого эффекта. Чебоксарский аэропорт должен привлечь крупные авиакомпании страны и стать транзитным узлом. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.